Привет, ребята! Ребят, сегодня бы хотела поотвечать на вопросы, и в том числе на вопросы от ребят с марафона. И сегодня один из вопросов. Не позволяю себе получать достаточное количество денег, только чтобы закрыть базовые потребностями, с натягом хватает. Но не жизнь, которую хочу, образование, отдых, развитие. Как улучшить ситуацию? Ну, смотрите, ребят, по деньгам. Очень часто бывает такое, что когда задаёшься вопросом и спрашиваешь, а что ты хочешь, что в твоём понимании достаточное количество денег, достаточное на что. И знаете, очень часто бывают такие моменты, когда человек начинает говорить, ну, достаточно, чтобы, ну, вот я хочу вот это, я хочу вот это. И когда ему говоришь, ну, а вот это, если бы у тебя было, то что? И тут начинает вот эта вот потерянность. То есть чаще всего бывает такое, что я хочу, я хочу картинку того, что я в своей голове уместить не могу. То есть, например, я хочу яхту, но хочу яхту, потому что я увидела её в каком-нибудь кино, ну, грубо говоря, да, в каком-нибудь кино, и вот в кино так всё было красиво, на яхте плавали, там ещё что-то. Ну, когда вы начинаете разбирать, что такое яхта, яхта, чтобы у тебя была своя яхта, это нужно, чтобы у тебя были права, либо у тебя был человек, который бы управлял этой яхтой, это первый момент. Второй момент, что у тебя должна быть парковка на яхте, которая стоит определённых денег, у тебя должны быть разрешения на выезд из определённых точек, вот, и много-много сопутствующих факторов. И если ты в них не разбираешься, то вот это вот я хочу превращается в такое вот сиреневое пукающее платьишко. Вот я хочу. Но я хочу, оно заключается именно в том, когда ты понимаешь, что я хочу. То есть, например, я хочу яхту, я готова идти туда, я готова учиться вот этому, я готова. Мне нравится посещать какие-то континенты, я изучила, где можно припарковаться, пришвартоваться. Я изучила, какие буду я сама этим управлять, либо кто-то будет другой управлять, почему и как это лучше и так далее и тому подобное. И когда ты идёшь к этому, то есть, к своему я хочу, нужно понимать, что ты туда идёшь. Не просто вот я хочу и забыл про это, знаете, как во многих тренингах говорят, вот ты захоти и отпусти это желание в пуг. Так не работает. Если ты хочешь, ты идёшь к этому, и когда ты идёшь к этому, у тебя будет результат. Не бывает никогда такого, что ты чего-то хочешь, ты к этому идёшь, и у тебя не получается. Бывает такое, что ты срываешься на каком-то этапе, бывает такое, что ты недостаточно долго идёшь. Вот, например, у меня сын, все вы знаете, младший сын играет на гитаре. И я ему говорю, ну, про тебя говорю, как, неважно, говорю, смотри, говорю, чтобы пробиться вот куда-то, ну, в нашей жизни, да, таланта нужно 10%, а 90% это усердие, это трудолюбие, это туда идти. Ведь очень много талантливых людей, просто настолько талантливых, настолько шикарных людей, но они остаются всегда где-то в тени. А люди, которые, ну, в принципе, по большому счёту, бесталантные, но упорные, и идут, и идут к какой-то цели, и они куда-то пробиваются. И именно вот этим ты говоришь, ну, пусть будет вселенной, да, как мы любим это говорить, пусть будет показателем вселенной, что ты говоришь, я всё равно туда иду, я всё равно туда дойду. Это то же самое, что и у меня было, то есть мне же, когда я, например, пошла психологом учиться, пошла психологом учиться, мне тоже говорили, что как бы, ну, этих психологов хоть жопа ешь, что ты туда пошла? Я думаю, ну, я буду другим психологом, ну, блин, не бывают же все одинаковые. Я всегда говорю, ерунда какая. Потом, когда я пошла в недвижимость, мне тоже говорили, ну, блин, в недвижимости этих уже агентов хоть жопа ешь. А когда я начала открывать своё агентство недвижимости, мне тоже говорили, вот этих агентств недвижимости на каждом шагу. но я сделала его уникальным на тот момент но в принципе еще никто ни один не повторил его повторить мы не вновь уже нет этого желания я уже в другое другое русло смотрю и я это просто делала и здесь тоже самое что мне говорили что ну чё ты вот будешь как чё ты будешь вещать вот этих просветленных уже вот хоть жопа ешь вот что что ты такое да что то другое и я все равно к этому шла я и я не ориентировалась на кого-то я всегда смотрела только на себя а что я могу дать что чем я могу поделиться но ведь нет такой второй света лавровой как я но нет ее ну дай ту свету лаврова который единичная она может быть она может быть некрасивая старая страшная толстая лохматая еще какая-то но она такая единственная и возможно вот это единственное кому-то кто-то вот в этом вот во всем хаусе света лавровой найдет частичку тебе себя и через эту частичку он выскочит к самому себе не ко мне не на меня ориентируясь а на себя ориентируясь и это самое большое что я могу дать и изначально у меня тоже было мне было там 100 подписчиков там было восемь подписчиков то было восемь подписчиков я каждого купить мой сегодня у меня еще плюс два подписчика то ты 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 и это было классно а сейчас я понимаю что на сегодняшний день алгоритмы соцсетей в том числе youtube отписывают людей и заводятся теневой бан и еще что то и это просто круговорот жизни который сейчас он идет он идет и от него никуда не деться ты не хорошо не плохо он просто идет это просто такая жизнь вот например там месяц назад было вот так вот а сейчас вот так вот и это не хорошо неплохо но это нужно к этому идти и я понимаю к чему я иду это позволяет себе получать количество достаточное количество денег это вообще не туда ведь когда вы думаете получать какие-то деньги вы ставите превыше инструмент превыше чем самого себя и что из вас что у вас из этого получится но ничего же абсолютно если бы я оставила заработать денег или набрать подписчиков это будет тоже никуда не привело а на сегодняшний день вот у меня есть и люди которые настолько 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 сильные настолько могущественные которые приезжают там на ретриты которые приезжают на встречи с которым мы общаемся и здесь дело не в деньгах потому что вот мне например на 15 число но к сожалению не могу пригласил это например мариночка приезжай вот туда-то туда-то там уже все оплачено просто хочу с тобой повидаться и тут же дело ведь не в деньгах а просто желание и я бы с удовольствием поехал но у меня есть свои обязательства которые не успеваю просто сделать и и мне важно сделать эти обязательства и у вас вы задайте что вы хотите ведь заработать деньги ради денег она же никуда не пойдет а что вы хотите что вы хотите для себя как вы хотите жить почему вы так хотите жить что для вас будет актуальным в этом образе жизни и когда вы для себя это поймете у вас только тогда это начнет реализовываться но не за счет денег деньги это всего лишь инструмент но вы можете купить вам вам нужно пример прибить картину вы можете купить молоток купить гвозди и начать прибивать эту картину и вы ее прибьете а можете тоже точно так же сказать я хочу чтобы у меня здесь висела картина и к вам придет человек и скажет слушай слушай у меня вообще все инструменты собой давайте сейчас быстренько все сделаю для меня это несложно и результат будет результат будет и там и там только инструменты будут разные и вы но вы нацелены не на результат она инструмент почему почему вам важно заработать какие-то деньги почему вам важно не получить результат а именно заработать деньги вы горите я не позволяю себе заработать какую-то сумму денег а может быть вы не позволяете себе быть в том состоянии которое вы даже не можете прочувствовать а какое оно должно быть а для чего а чем она обусловлено а что это состояние дает и с чего это состояние возникает что вы хотите как вы хотите жить и почему это должно калере почему это должно именно высвечиваться с позиции денег а не с какой-либо другой позиции с любой другой почему вы свой мир вот так вот сужаете например вы не говорите я хочу вот это и пусть это просто будет а я просто к этому буду идти и к этому идти можно с разных позициях яйца этой позиции пойду с этой позиции пойду с этой позиции выгод я хочу вот это но только за счет денег откип если лентка может с этой стороны ты такая деньги а может с этой стороны деньги это знаете как раньше было и не за может быть и сейчас есть якубович вел программу поле чудес вот и там выносили приз или деньги вот приз непонятно какой но и деньги вот столько приз а может быть столько-то денег при самому срок это денег но давайте деньги и у вас здесь также приз или деньги куда вы идете к чему вы идете почему это так настолько важно для вас именно и состояние почему ваша голова работает так что нужны деньги не нужно то состояние не нужно тот результат а именно нужны деньги отпустите деньги деньги это всего лишь инструмент когда вы хотите хорошо выглядеть вы же не говорите там я хочу купить крем вы хотите чтобы ваша кожа сияла вы хотите что ваша кожа была молода без морщин подтянута еще что-то или вы хотите крема этот именно так давайте почитаю вопросики огорну выглядишь спасибо добрый вечер светочка скажи пожалуйста марафон депривация сна можно всем да конечно можно всем шуршит микрофон так вот ребята у меня здесь просто елочка висит я думаю может быть она из-за елочки у меня так я ее сейчас не уберу а нет уберу скажите пожалуйста сейчас вот будет шуршать или нет у меня видите такая елочка висела может быть она это единственное из-за чего шуршит еще у меня здесь стоит вентилятор у нас 37 градусов очень плохо слышно до выключить его не очень бы хотелось марафон вновь с 15 сентября до купила масло колоконопля на к марафону готова да ребят и которая марафон у нас будет для ребят онкобольных там набор закрыт то есть там мне нужно не не максимально много людей набрать а максимально максимально перепрошить вас наверно так их назвала поэтому там набор закрыт да и 15 сентября он стартует и оплата за этот марафон будет честный отзыв в конце марафона насколько вам было актуально если было актуально то я буду по другим заболеваниям такие марафоны делать это как бы он как проверить себя насколько актуально это будет для ребят светлана помогает если постоянно если постоянно призывать свой источник быть рядом помочь указать путь в той или иной ситуации и постигать себя через свой божественный я или он и так всегда с нами ребят он и так всегда с нами только его нужно увидеть вот смотрите мне тут задали вопрос а что вот например там а хранители не существует а ангелах не существует а еще кого-то не существует существует только посмотрите кто эти ангелы кто эти хранители это ты из будущего я то есть будущее я и прошлое я это всегда я только прошлое я мы осознаем что это я потому что мы его уже прожили и мы такие ну как бы я же это прожил я же в этом есть я же это все чувствовал я же это все проходил или проходила я же это все пережил пережила сказала сделала поэтому я это я а из будущего я мы себя не можем интерпретировать мы как будто бы там еще не были и поэтому мы думаем ну как бы это же не я поэтому вот меня там меня бог ведет меня ангелы защищают меня там еще кто-то защищает а вот эти все вот это вот все это есть ты это ты из будущего это тоже ты потому что будущего и прошлого не существует это все воедино но пока мы не видим этого едино нам кажется что оно разделено и когда кажется что разделено кажется что существует вот эти вот ангел они существуют но то ты и есть неважно в каком виде ты сам себе приходишь ты сам себе приходишь ровно в том виде в котором у тебя есть твоя интерпретация самого себя, твоя интерпретация в виде чего-то более высшего, духовного, могущественного. И так как наш социум говорит, что есть там вот это, есть вот это, то ты себе представляешь вот это вот в этом облике. Но кроме тебя, тебя нет. Ты всегда ты. Ты можешь себя представлять в любом облике, но сам себя защищаешь всегда ты. Ты настолько дорог, важен и ценен для самого себя. И как только ты понимаешь свою ценность, ты приходишь к себе. Либо как только ты приходишь к себе, ты понимаешь свою ценность, неважно, с какого конца ты начнёшь это делать. Потому что если не будет тебя, не будет ничего вокруг тебя, тебя не будет. Всё, что сейчас, вот то, что я могу с вами разговаривать, то, что я могу вас видеть, то, что я могу ощущать этот мир, то, что я могу чувствовать, слышать, видеть, и всё на свете, это только благодаря мне, потому что я есть. И как только вы это понимаете, то вы есть везде. И вы для себя всё делаете на самое лучшее. И если вы думаете, что для вас предоставлено какое-то горе, то это не горе, это опыт. А вы его интерпретировали как горевание. Но это всего лишь ваш огромный опыт. Огромный, глубокий опыт. Глубокий опыт познания самого себя через какие-либо грани. И через смерть тоже. Здравствуйте все. Ставим лайки, кому не жалко. Да, ставим лайки, ребят, кому не жалко. За деньгами пойдёшь, здоровье потеряешь. Да, ребятки, это игрок. Немножко не так. Не то, что за здоровьем пойдёшь, здоровье потеряешь, себя потеряешь. Когда ты идёшь за инструментом, тогда получается, а кто идёт за инструментом? А почему ты идёшь за инструментом? А почему ты не идёшь за собой? Ведь как только ты приходишь за собой, то инструмент появляется для тебя. Да, ёлочка, не шуршит. Всё, отлично. Меньше помех стало. Получила сегодня свои бусы. Благодарю. Благодарю, Светочка. Вас приятно слушать. Вы рассказываете, а мы слушаем вас. Спасибо большое. Здравствуйте, Светлана. Как вы относитесь к энзимам? Действительно, они могут перейти на автономию? Я не знаю, что такое энзимам. Ну, наверное, нужно спросить у энзимов, если кто-то перешёл с помощью их на автономию. Наверное, можно. Я не знаю. Я их не знаю, никогда не видела, никогда не пробовала. Поэтому ничего сказать не могу. Могу сказать только за себя. И поэтому я вам говорю, что я не видела, не пробовала. Не видела людей, которые сказали, я перешёл за счёт вот этого. Или за счёт вот этого. Тут работает, как правило, много-много всего. Наверное, так. Светочка, подскажите, возможно ли убить своё эго? С чего начать? А, его убивать не надо. Вы просто, когда переходите к себе, то тогда что такое эго? Эго – это ваш проводник куда-либо. И иногда он нужен на определённых этапах. Он вам помогает в этом материальном мире. Прям помогает. Но когда вы приходите к себе, то вы его даже поймать не можете. Даже если бы вам хотелось. И его уже не нужно убивать. Вы его уже не видите, не слушаете, не чувствуете. Он настолько неактуален. Ну, то есть, что, какое эго? Чтобы быть там-то и там-то, неактуально. Чтобы сделать то-то и то-то, что-то кому-то показать, вообще всё не имеет смысла. Поэтому в определённый момент оно просто растворяется. И даже если ты скажешь, ну, как бы вот сейчас, если было бы эго, то было бы вот так вот. А эго нет. И ты думаешь, а без эго ты думаешь, а оно мне действительно нужно? Ведь всё, оно идёт так, как оно идёт. Не как должно быть, не как хорошо или плохо. Оно просто идёт. Просто движение. Всё есть движение. Всё есть движение во временном сегменте. Больше ничего не существует. Здравствуйте, Светлана. Правильно ли я понимаю, что нужно вывести своё внимание за пределы ума, за пределы ничто, и на протяжении дня выполнять эту практику для того, чтобы познать своё истинное Я. Ну, вот смотрите, очень много умных слов, которые я, наверное, не понимаю, вывести своё сознание за пределы ума. А что такое ум? Ум – это что-то мифическое, что нам сказали, и сказали, вот это, это, и это, это всё ум. Но если вы вскроете голову, то вы не найдёте ума, вы найдёте только мозг. А ум – это что-то мифическое. И вот мифическое может создать только мифическое. То есть то, чего нет, может создать только то, чего нет. И что оно может создать? И если вы к нему относитесь, то, чего нет, то есть вы его не можете, вы уже на определённом этапе в том состоянии, что вы ничего себе не придумываете и не видите то, чего нет. Вы видите только то, что есть. А если вы не видите то, чего нет, то и то, чего нет, не может придумать то, чего не существует. И тогда вам не приходится за что-то выходить за рамки чего-то, потому что рамок-то тоже нет. Это придумал только ум, а если ума нет, то и рамок нет, то и выходить некуда. Вы уже есть все вне ума. Если честно, вопросов нет. Состояние принятия. Ясно, спасибо. Здравствуйте. Как заставить начать голодание? Никак. Не заставляйте себя, не голодайте никогда, ребят. Голодание – это ужасно, наверное. Тоже вопрос по финансам. Как только придут деньги на то, что мне надо, буквально сразу же образовывается неприятная ситуация, в которой приблизительно такая же сумма и уходит. Что не так? И у дочки похожая ситуация. Только мне приходится копить на что-то, а она может сразу материализовать большую сумму, но не способна ее вложить во что-то стоящее. И деньги, как песок сквозь пальцы улетучиваются. Моя мама всю жизнь копила, и в результате ее накопление просто исчезнет со счета в банке, разводит руками. Это были уже после ее смены мерности. Ну, смотрите, это как испытание самого себя. Вот, например, немало же случаев, например, там, ну, что, ну, к примеру, там, самое банальное, там, я хочу машину, да? Я хочу машину, машина стоит 10 рублей. И тебе раз, приходят 10 рублей. Ты такая, о, 10 рублей пришли. И ты такая, о, 10 рублей пришло. Так, мне нужно сделать ремонт, сейчас пойду куплю обоев, мне нужно вот это сделать, мне нужно вот это здесь заплатить, туда заплатить, сюда. И ты пошел, заплатил, 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 и сидишь, и не чувствуешь удовлетворения. А потом тебя как обухом по голове. Так 10 рублей-то пришло на другое, я же хотела машину или хотела. И вот, когда ты не можешь, когда ты хочешь что-то, и тебе на это приходят финансы, но ты их моментально распределяешь на что-то другое, то в следующий раз зачем тебе давать финансы на то, что ты хочешь? Ты все равно тратишь на что-то другое. Ты придумываешь себе причину, ты находишься, ты притягиваешь, пусть даже будет, себе причину, за счет чего ты потратишь эти деньги на что-то другое. А ты потрать на это, и тогда тебе придут деньги на следующее. Будь последовательным для самого себя. Мне хватает, но прям тютель в тютель, чувствую себя скованно и часто, что на карте совсем нет денег. Только когда потрачу все до рубля, приходит новая сумма денег. Да, это как раскручивание. Вы сначала бегаете пять метров, потом на следующий день бегаете шесть метров, потом восемь метров, потом двенадцать метров. И здесь точно так же. На что ты готов? На что ты готов пойти ради самого себя? Что ты готов реализовать для самого себя? Я не говорю все тратить до последнего, но если ты решил, что тебе нужно вот это, и тебе пришло, вот это стоит вот такую сумму денег, рубль, и тебе пришел этот рубль, так ты будь добр вот на это и потратить рубль, не на что-то другое. А потом, когда ты потратишь на это рубль, ты думаешь, блин, а мне же еще сюда нужно. И тогда уже сюда придет. А не так, что мне нужно вот это, на это рубль, тебе пришел рубль, ты такой, о, а вот это вот важнее. Вдруг встал. Ты раз сюда, и это такое раз, и завяло, и все. И на гнилостной почве другое уже не взойдет. Возможно во сне выходить другие плотности? Не обязательно во сне, почему только во сне? Скажите, пожалуйста, как выдержать больше одного дня на сухом? Никак, а зачем выдерживать это? Идите, ребят, на марафон, я там подробно рассказываю, не надо ничего, не идти ни в какие аскезы, это глупости все. Образ жизни и аскезы – это абсолютно разные вещи. Аскезы – это же бред. Смотрите, что у нас люди воспринимают как аскезу? У нас они говорят, например, там, ну не знаю, там человек, например, курит, и он говорит, я сейчас возьму аскезу, если я не буду курить 10 дней, то у меня будет вот это вот. Это же пиздеж чистой воды. Но ты же не взял аскезу, ты же просто для себя, ты не можешь для себя сделать что-то хорошо, и ты через какие-то окольные пути для себя делаешь вот это вот хорошо. А аскеза – это когда ты понимаешь, что вот это, вот этим ты расширяешь тело, ты расширяешь дух, ты расширяешь сознание, и тебе это действительно дается с каким-то трудом, но ты понимаешь, что тебя это расширит, что ты можешь стать еще глобальнее, еще больше, и после этого ты сможешь пропускать через себя другие энергии. Вот это уже аскеза. А когда ты себе подпиздываешь, что вот это аскеза, вот я не буду вот там вот это есть, чтобы вот это, вот я не буду вот это делать, чтобы вот это. Нет, ты просто не можешь, например, выйти на ней иду, и поэтому ты говоришь, я возьму себе аскезу, что вот это вот сделаю, тогда вот это мне будет. Нет, ты просто себя регулируешь вот этим, потому что другим ты не можешь себя отрегулировать. Но это не аскеза. Это ты сам себе задаешь какие-то границы, какие-то рамки, не границы даже, а рамки, ограничения, через которые ты боишься выйти. Но что ты из них в принципе не мог выйти, что сейчас? У тебя те же самые рамки остаются. Что ты и так не мог, например, бросить курить, ты шел вот в этих вот ограничениях, я не могу бросить курить, у меня не получается, я все равно закуриваю, я все равно там это. Что ты себе взяла аскезу, ты все равно идешь в этих же рамках, ты никуда не сдвинулся, ты все равно идешь в этих же рамках. Депривировала сон 15 дней, очень нравилось состояние, спала по 15 минут, хорошо себя чувствовала, но в один прекрасный день посыпались волосы сильно, я испугалась, я остановилась, с депривацией это вообще не связано, это ваше внутреннее состояние начало вычищаться. Ребят, будет 8 числа, 8 сентября, 8 ноября стартует марафон по депривации сна, и там я буду рассказывать в новые какие-то моменты. Воздержание полезно для мужчин? В каких-то моментах да, очень. Тут нужно понимать не то, что ты очень-очень хочешь, ты прям держишься, держишься, тут нужно понимать, а для чего тебе это, почему ты хочешь уйти от этого, что для тебя секс, что для тебя секс, изначально вот этот вопрос тебе нужно озвучить, если это продолжение рода, то это одно, если это физическое удовлетворение, то это другое, если это близость с конкретным человеком, с определенными человеком, людьми, женщинами, мужчинами, неважно, это другое. Нужно понимать, что для тебя секс, и потом уже понимать, что для тебя воздержание. Светлана, добрый вечер. Светлана, смешу, но вообще-то хочу плакать, собираюсь практиковать дольше, но срыва два месяца, а когда деньги заканчиваю, я серьезно, я хочу дружиться в Питнаме, чтобы смогла. Вас слушает просто чудо, рассказывайте, мы будем слушать вас, спасибо огромное. Так, ребятки, ну что, вопросов больше нет, а это значит, что мы завершаем эфир, и завтра-послезавтра я вам запишу еще про камушки, и ребятам говорила, что еще буду, возможно, браслетики сделаю на отказ от ограничений, от ограничений к самому себе. То есть берем зависимость, как минимум, на еду через браслеты. Спасибо большое за приятные слова, всех обняла, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...